Девушки отдыхают Лучится их скушать! Они такие аппетитные! Правда? Ну вот, сейчас мы выберем с вами несколько яблочек. Будем делать немножко на пробу. Если вам понравится такой рецепт, вы сами научитесь и расскажете своей... Вот, маме, мы помыли яблочки под проточной водой, потом взяли ножик. Детки, только осторожно, пожалуйста, пользуйтесь ножом, чтобы вы пальчики себе не порезали. Теперь аккуратно режем. Вот, смотрите, сколько у нас шкурок, какие красивые. И вот у нас яблочки. Вы можете яблок сколько угодно, сколько у вас есть. И какой аппетит у вас будет. Я же делаю для того, чтобы показать, как делается это блюдо. Дорогие мои хозяюшки, мои малышки, мы потерли яблочки на крупной терке. Только осторожно трите, чтобы пальчики себе не поранили, чтобы шкурочку не сняли. Аккуратно берем и аккуратненько трем яблочки на крупной терке. Вот так, как у меня. Поняли, девочки и мальчики? Хорошо. Теперь, мои хозяюшки, нам понадобится сода. И мы берем чайную ложечку и пол чайной ложечки насыпаем наши яблочки. И хорошенечко перемешиваем. Так, мы положили ложку сахара и хорошенечко перемешали наши яблочки. Ну, а теперь, конечно, пришло время, что сделать? А ну-ка, правильно, разбить яйцо и вбить в наши яблочки, в наши будущие оладушки с яблочками. Ням-ням-ням. Так, мы вбили в нашу смесь яблочную одно яйцо. Ну, а если, детки, у вас будет больше яблок, много яблок, ну, полкилограмма или больше, тогда два яйца или три. А теперь мы это яйцо очень хорошо перемешаем с нашими яблочками. Ну, а теперь, мои дорогие хозяюшки, пришло время насыпать что? Правильно, ну, конечно же, ну, какие оладушки могут быть без муки? И сейчас мы будем насыпать в наши яблочки муку. И вот что у нас получилось. Когда мы всыпали мучичку, она хорошенечко волокла наши яблочки. Вкусненькие, привкусненькие. И сейчас мы будем с вами доставать сковородку и жарить наши оладушки с яблочками. Мы поставили сковородку на плиту, чтобы она хорошенечко разогрелась. Сковородочка моя беленькая, ты нам испеки, пожалуйста, очень вкусненькие оладушки яблочные. И теперь, когда немного разогреется наша сковородка, мы нальем туда вот это подсолнечное масло. Итак, мы берем столовую ложку, набираем полную без верха и делаем из них оладушки. Сразу выкладываем, ложечкой набираем и выкладываем на сковородочку. А теперь они должны поджариться хорошо с одного бока. А когда они поджарятся, мы их перевернем на другой бочок и будем потом кушать. Ну вот, мои дорогие маленькие хозяюшки, мы перевернули наши оладушки яблочные на другой бочок, чтобы и другой бочок тоже подрумянился. И сейчас я тоже добавила масло, потому что эти оладушки уже очень много масла в себя впитывают. А вы тоже добавляйте. Только, детки, очень осторожно стойте возле плиты. Осторожно пальчики свои не обожгите. И осторожно с огнем. Вот наши оладушки жарятся. Запах от них какой изумительный. Ой, прямо прелесть, как французские духи. Ой, вкуснятина какая. А еще я хочу вам сказать, мои дорогие хозяюшки, когда вы будете муку добавлять, так вы добавляйте столько мучички, чтобы тесто было как густая, пригустая сметана. Но не больше, не забивайте тесто. Договорились? Хорошо. Вот, теперь мы снимаем наши оладушки на блюдо. Вот сюда. И вот сюда. Вот так вот я уже так нанюхалась, такого запаха прекрасного, что больше, наверное, я уже и кушать не буду. Ох и вкуснятина. Раз, два, три, четыре, пять. Ладушки, ладушки, испечем оладушки. Ладушки, ладушки, бабушки и дедушки. И нам, конечно. Вот, наши оладушки с яблочками пожарились. Теперь мы берем. Что вы думаете? Конечно, конечно, мои дорогие хозяюшки. Мы берем с вами сахар и посыпаем наши вкусненькие, привкусненькие оладушки с яблочками. А теперь бегите к маме и расскажите, что вы тоже хотите сами сделать такие вкусненькие, привкусненькие оладушки с яблочками. Вот еще одно блюдо мы научились делать с вами, мои дорогие, добрые, маленькие хозяюшки. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!